Бог дал нам еще одну возможность прийти в Церковь, в Дом Божий, для того, чтобы услышать Слово Божье, для того, чтобы прославить Бога, и для того, чтобы исполнить то Слово, которое Он сам сказал, что «Сие творите, когда только будете пить Мое воспоминание». Такую заповедь оставил нам Иисус Христос. Давайте мы с вами на очень несколько секунд, на полминутки, на минутку представим, что мы в Царстве Божьем. Вы скажете, ну, Царство Божье здесь, на земле уже может быть, но я имею в виду, что мы с вами в Царстве Божьем. Вы знаете, здесь может быть три ситуации. Первое, что человек, сидящий в зале, он может озадачиться и задать сам себе вопрос, что-то внутри него может, знаете, ему может подсказывать, знаете, что-то начнет днем работать, как я попал в Царство Божье. Другая ситуация может быть, что человек, сидящий в зале, посмотрит вокруг себя. Не может быть, этот или этот, он никогда не попадет в Царство Божье, знаете, так, от себя, туда и сюда посмотреть. И третья ситуация может быть, когда человек, сидящий в зале, скажет «Слава Богу». Это говорит о том, что он имеет дерзновение, это говорит, что он имеет твердую веру, и он сегодня в правильном месте, в правильном служении, для того, чтобы участвовать в воспоминании смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. И потому мы с вами, придя на это место, мы будем готовы, будем рассуждать, будем мыслить, будем уже мысленно направляться, для того, чтобы соединиться с Господом и иметь благословение от этого служения. Мы встанем, помолимся. Жив Господь на этом месте, братья и сестры, доброе утро, церковь. Давайте вместе прославим Бога сердцем, устами, умом и душой. Сердцем, устами, умом и душой буду хвалить я тебя, Бог благой. Здесь, на земле, среди жизни земной, пусть и на небе за встречу с тобой. Аллилуйя, 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 кровь Христа, аллилуйя, нас спасла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Самым рассветом воскресного дня, перед тобою склоняюсь я. Аллилуйя, 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 кровь Христа, аллилуйя, нас спасла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Буду я вечно Иисуса хвалить, песни делами о Нем говорить. Утром и вечером будет со мной, пасты на небе под душей звездой. Аллилуйя, 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 хрень Христа, аллилуйя, нас спасла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пусть наша жизнь будет песней хвалы, с ранней весны до холодной зимы. С детства и юности, с первой любви, с зрелости, старости, до седины. Аллилуйя, 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 кровь Христа, аллилуйя, нас спасла. Аллилуйя, 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 кровь Христа, аллилуйя, нас спасла. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 нас спасла. Свят Бог, святый в небесах, В огне с Божьей свят тебе хвала. Ты взял вилу мою, проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Свят Бог, святый в небесах, В огне с Божьей свят тебе хвала. Ты взял вилу мою, проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Тебе моя хвала. Ты взял болезни, понес мои грехи, Ты в сыновидах вовек. Ты пастырь добрый, Людских сердец. Ты есть начало и конец. Ты пастырь добрый, Людских сердец. Ты есть начало и конец. Свят Бог, святый в небесах, В огне с Божьей свят тебе хвала. Ты взял вилу мою, проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Тебе моя хвала. Спаситель мира, Вкусивший смерть за нас, Отдавший тело и кровь. Я чище снега, Мой греховый, Голгофский крест, Моя любовь. Я чище снега, Мой греховый, Ты, Голгофский крест, Моя любовь. Свят Бог, Святый в небесах, Огне с Божьей свят тебе хвала. Ты взял вилу мою, Проливший кровь свою, Тебе моя хвала. Тебе моя хвала. Братья и сестры, Давайте воздадим славу Великому всемогущему Богу. Воздадим Ему хвалу. Он свят. Господь свят. Давайте скажем, Господь свят. Слава тебе, Иисус! Мои источники к тебе, Мой Бог, Всей жизни смысл и полнота. Я жажду бить из них всегда, Мой Бог, О благодатная скала. Иисус! 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 А мы не будем с верою живой, Иисуса слави, радостной хламой, хламой. А мы будем с верою живой, Он равны и сынил душе война, И сбил божество без конца. Кровь Христа святая, что текла с красавцем, Все грехи смывая, обмаги сердца. О, принескорее, милый Дух Христов, Он тебя согреет, милость за свою. Милость за свою. Братья и сестры, как мы знаем, что сегодня вечеря Господня, Но перед вечерей Господней у нас сегодня есть два номера. Споет псалом Марьяна, пожалуйста, И псалом Аня со своей сестрой Лизой. Мы также приветствуем гостей, которые посетили нас сегодня. Будьте благословенны вместе с нами. Когда не хочется молиться, Когда съедает суета, Не позволяй душе лениться, Беги к подножию креста, Беги в бессилье спотыкаясь, Беги через туман густой, И боль излечит и усталость, Голгофский истинный покой. Укройся в нем и успокойся, Какая сила в тишине перед распятьем, Но замойся крови, Крови. Дан хлеб, вино, Душе залог воспоминанья О том, что он уже свершил. Спасенье и твое страданье Не будет, нет, Не будет выжиданных сил. Когда не хочется молиться, Когда съедает суета, Не позволяй душе лениться, Беги подножию креста, И боль в надежду превратиться, И насладившись тишиной, Твоей душе захочется молиться, Священной пламенной мольвой. Укройся в нем и успокойся, Какая сила в тишине перед распятьем, Вновь замойся крови Христа. Дан хлеб, вино, В душе залог воспоминанья О том, что он давно свершил. Спасенье и твое страданье Не будет, нет, Не будет, нет, Не будет выше данных сил. Субтитры создавал DimaTorzok По горам высоким пастырь мой идет, Узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая пирска, я иду за ним, Узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая пирска, я иду за ним, Узкою тропою овец своих ведет. Пастырь мой добрый, любит кротких он, Не любит только гордых, что дружит со злом. Я маленькая пирска, я иду за ним, Узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая пирска, я иду за ним, Узкою тропою овец своих ведет. Узкою тропою овец своих ведет. Узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая пирска, я иду за ним, Узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая пирска, я иду за ним, Узкою тропою овец своих ведет. Узкою тропою овец своих ведет. Я хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной Писание или смотрели на табло. Я буду читать Иоанна, 13 глава. Ивангелие от Иоанна, 13 глава. Предпраздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Сименову, Искариоту, предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в мувальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не мою тебе, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». И он знал, он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли вы, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу».» Я бы хотел поговорить с вами в современном мире или где мы живем. И интересные такие факты, которые вы, может, видели, слышали, но никогда не обращали на них внимания. В 2008 году наш президент был на пресс-конференции в одной стране. И вот он там говорил, он рассказывал кое-что, и в него полетел ботинок. Кто-то видел это или нет? Затем второй ботинок. И получается, что это значит? Это оскорбление. Это большущее оскорбление, которое можно сделать для человека. У нас это ботинка, ну взял другой ботинок, взял, назад бросил. Но там это такое сильное оскорбление. Я смотрел одну фотографию, может, вы тоже видели. Наш президент разговаривал с президентом Израиля. И знаете, я вам расскажу, дам немножко background или как бы больше информации, что в Белом доме там постоянно есть корреспонденты. И все, что они делают, они фотографируют. Ну, там президент там сидит, там книжку открыл, его фотографируют, читают, читают. Это какое… Там президент что-то в окно глянул, вот фотографирует, его наблюдают за стороной, там, знаете все фотографируют, что президент им делает, все фотографирует. Но эти фотографии, они ИХ не публикуют, они имеют право публикувать, у них есть комитет, совет, кто знает что там, Они все, что делает, даже сам президент, они смотрят на эти фотографии и проверяют, можно ли их в прессу пускать, можно ли их кому-то показывать или лучше эти фотографии не показывать. И вот показывает американский президент, сидит, знаете, если вы видели когда-нибудь, ну, американцы так много делают, положил ноги на стол. Ноги на стол, и президента старфируют так сзади, ну, президент сидит, его старфируют, то есть сбоку или сзади. А вот этот показывает президента, он разговаривает с израильским президентом, и его снимают со стороны ног. Он сидит, знаете, на телефоне, разговаривает, так возлег, и ноги у него на столе, и его старфировали со стороны ног. Такие фотографии, я говорю, комитеты целые, целые взводы, так сказать, людей, чтобы не пропустить какое-нибудь оскорбление. А здесь делают такую фотографию и пускают ее в газету. Что это говорит? О чем это говорит? Знаете, когда в евреи, когда у них в законе написано, что когда какой-то еврей, какой-то человек, личность какая-то, которую обеднели, полностью обеднели, он мог, он имел право себя продать в рабство. Например, у него долги задавливают, он не может расплатиться, он должен что-то делать, и он продавал себя в рабство. И вот что интересно, что вот эти вот люди, он был рабом, он фактически был рабом, но когда приходили гости, еврей не имел права мыть ноги гостю, был мыл язычник. Почему? Спрашиваются, что здесь такого? Помните, когда вот в Ираке было свержение вот этих вот памятника, памятник бросили там его, и что интересно, толпа бежала, они бежали с ботинками. Вот он прибежал, дети бежат, бежит с ботинками. Поэтому, зачем? Почему? Получается, что это сильнейшее оскорбление для вот этих вот народов, для... Мы этого не понимаем, потому что у нас дурая культура, мы в этом не выросли, для нас это... Бросил ботинок назад, ему бросил ботинок, а там это такое сильное оскорбление. Это он, получается, уже его посчитал ниже земли, потому что этот ботинок, особенно еще подошвы, это же нужно бить подошвы, нельзя бить этой стороной, знаете, где, а нужно подошвы бить, потому что ты ходил везде, ты, может, куда-то вступил еще, и здесь ты этой частью бьешь по этому памятнику. Это такое сильное оскорбление, это же страшно, это такое страшно. Мы этого не понимаем, как я сказал, но эти люди это понимают. И давайте я еще раз прочитаю это место, на основании того, что я вам сказал, я еще раз прочитаю это место, которое я уже прочитал. И во время вечери, когда дьявол уже уложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его, Иисус знает, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога не шел, и к Богу отходит. Встал с вечери, взял себе верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и тирать полотенцем, которым был припоясан. Извините, несчастье. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус говорит ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петру говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус встречает ему, если я не умою тебя, не имею счастья со Мною. Видите, для этих людей это было что-то, для той культуры, это было что-то очень страшное. И получается, Бог, Создатель, получается, унижается до такой степени, что умывает ноги своим ученикам. И он говорит, когда же умыл ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам, вы называете меня Учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что сделал я вам. Я думаю, что вы знаете, к чему я это все веду. Мы сейчас будем совершать именно это служение. Добрый свет Господь! Давайте мы с вами для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok